С иллюзиями надо как-то работать. Ну, кстати, лишний плюс, лишний пульс, 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 в пользу того, чтобы пикнуть Квину для седеков в мидлейн. Квину с Пейн у нас пока не в бане, и это визаж ласт пиком от Юбия. Решили взять себе Зевса. Зевс у нас, конечно, здесь уже в каждой катке заезжает. С Эфир Лэнсом. Куда же без него? Так, ну здесь какой-то пролаг. Что такое? Все хорошо, отлично. Так, все раздуплилось. Давайте сразу ознакомимся по составам команд. Да, небольшие у нас флаги идут сейчас на Perfect World, но ничего страшного. Если что, сделаем реконект. Да, реконект, походу, ему придется. Или отлагаете? Да, давайте-ка сразу быстренько сделаем реконект. Дабы не терять время, пока еще все выбегают с базы. Бывает, конечно, такая хрень на серверах в Китае, но и рестарт такое дело лечит. Хорошо. Хорошо. Блин, я, кажется, знаю, что было у Бимбо. У меня сейчас такая же хрень выпадает. Невозможно переподключиться. Но посмотрим. Вторая попытка. Да, сегодня, конечно, Минески не подфартило. Сколько раз пытался там реконектнуться у нас с Бимбо? 15, да, или 16? Тем не менее, вернулся в игру. Ну, то были серваки в Сингапуре. Так, ну вот мы возвращаемся. Вроде все раздуплилось. У нас тем временем уже 3-0. Ну, твою же налево, а. Твою же налево, лаги. Кто хоть здесь настрелял? МРР. Два фрага забирает. Так же у нас и у террора есть один фраг. Ну ладно, ничего страшного. Игра только начинается. Сразу смотрим по линиям ситуацию. Инвокер в миде против Зевса и Бэйна. На верхней линии у нас террор фармит под присмотром визажа. И в Эджи Фул Спирит. Мид у нас тем временем перетягивается. Тускар. Джун. Джун. Повесили пакет на СЦ. СЦ левел второй. СЦ проблемы. Здесь шарды. Очень много дэмэджов. Брэйн Сап. Да, инвокер. Будьте любезны. Но тем временем у нас также пришла венга. Убили Тускара. Хорошо. На нижней линии у нас Бэтрайдер против Джиггернаута и Оракла. Ну и счет 5-1. Впереди Ньюби Ян. Давайте быстренько хотя бы я игроков вам представлю. Сейчас инфлейм у нас ничего не угрожает. Вроде пока не лагает. Все хорошо. Ньюби. СЦ у нас играет на инвокере. На винге у нас играет МРР. Визаж. Он же 321. Яя у нас на Террор Блэйде и Бэтрайдер. Так, а кто у нас играет на Бэйре? Здесь какой-то смайлик. Ладно, потом поймем, кто такой. Ну и команда Седек Юф. Зевс у нас инфлейм. Зевс сейчас у нас под ударом. МРР. Самстрайк. Ужунстан. Есть стан. Есть самстрайк. Ну и пошли. Здесь колд снэп. Зевс Таверна. Нет никакого сейва для инфлейма. А кто им мог помочь? А именно Айси на Оракле. Бэйн. Он же Дэмонс. АДД. Есть пакет у нас на Бэйра. Бэр Лев 3. Есть Фарефлай на Паулу 2. Ну и подходит сюда Эйми. Эйми пора раскручиваться. Раскруточка пошла от Джиггернаута. И Бэтрайдер. Да ладно. Не добивает его здесь Айси. Более того даже подхиливает. Что по Фарефлайу. Заканчивается уже Фарефлай. Но никуда отсюда у нас Бэйра не уйдет. Заряжает Форкс Сэнс у нас Айси. И Бэйр все-таки умирает. Много времени здесь выиграл. Но тем не менее склеился. На Тускари у нас играет Джун. Вроде бы все. Всех представил. Счет 6-2. Третья минута. Впереди Нью Би Ян. Я явно сыграет через замашенный Медвар Фозум. Понятно дело через Иллюзии. Вот у него первый спейл. Изменили. Да? Рефлекшн. Вроде как имбовый. Вызывает там на каждого героя Иллюзию. От которого хрена делаешь. Очень много дэмэджа. Но тем не менее на этом билл. Террор Блэйда это не повлияло. Но здесь проблема у Джуна. Джун лвел второй. На сапоге. Кидает мячик. Но сразу я-я-я. Примечательный метаморфоз. Мы и погнали. У нас здесь за Джуном. Джун вроде как убегает. Да. Тем временем в миде у нас потеряли. Сидек Юв Зевса. Счет 3-7. Четвертый минут. Сейчас появится Руна. Мбэр уже отгоняет здесь Тускара от верхней. Более того у Джун проблема. На нем сейчас три стака. Есть замедление. Нет визажа. В мячик у нас прыгает Ускар. Но Тусик здесь все-таки склеился. Да. Смерть настигла его. Счет 8-2. Впереди Юбиян. Вот это начало. Кто бы мог подумать. Напоминаю, господа, что игра для той и другой команды уже не имеет значения. Здесь матч престижа. По Крепстату у нас Террор Блэйд очень хорош. 27 на 21. Обратите внимание. Джиггернаут идет следом. 27 на 6. Уэйми. Да. По Террору здесь, конечно, линии держатся качественно. Всех крипов добиваете. Я настроен на успех. ПТшечка. Базилка. Левол 4. Ну и забирает у нас на топе Бэтрайдера. Джиггернаут вместе с Ораклом. Оракл через Амакшенный Перихон Флейм сыграет. В миде у нас сгущаются тучи на ДСЦ. Здесь у нас уже и Бэйн. Дэмон заходит в спину. Тускар также готов катываться. Нужен Вижен у нас на Извокера. Джиггернаут тем временем на нижней линии забирает Тавар. Пятая минута. Очень бодрая дота от обеих коллективов. МРР. Увидел Бэйна, но и не решил еще бежать. С пушили линию у нас Ньюби на топе. Здесь Тавар еще пол хп прожимает у нас Глиф Джуна Компания. Минута Марафона. Через 15 секунд у нас откатится у Яяя. Перетягивая у нас также Винга. Проблема у Тускара. Тускар в 3-й левел на сапоге. Нужен какой-то подсейв. Что-то по Бэйну. Бэйн есть телепорт. Также по Ораклу. Оракл с телепортом. Пора бы уже делать. А Тускар-то в Соляну убирает Визажа. Да ладно. Прекрасный размен для Джуна. Но Джун здесь склеился. Понятное дело. Но и Тавар все-таки потеряет нас Юби. Глиф уже потрачен. Телепорт никакого на него не будет. На вышку. Еще 300 хитпоинтов. Может быть попробовать. Нет. Отдают. Я-я. Эту вышку. Да. Очень много у нас произошло за 7 минут в игре. Лагерь. Реконект. 13 фрагов. 2 Тавра. Сразу же давайте переключаемся на Нетворса. Топовый Крепсат у нас за террором. 45 на 22 по Нетворсам. Террор 3. 700 на первом месте. Дальше идет Джигграунд. 3200 по мидерам. 2 600. 2 300. Инвокер Зевс соответственно. Зевс у нас левел 6. Зевс тоже с прокастом по инвокеру. Инвокер фазы левел 7. Идет у нас СЦ. Кстати, как у них там по Крепстату? Давайте посмотрим. Зевс 33 на 10 против инвокера 22 на 6. Окей. По Бэтрайдеру. Бэтрайдер у нас левел 4. Есть пока Транквилы. Мэджик Стик. Ну, начинается. Роуд ту Блинк Даггер. Так, на Бэтрайдере у нас играет Ли. Есть такой игрок в составе Ньюби Ян. Арканы появляются у нас у Зевса. Ну, если все будет по дефолту. Собираться Эфир Лэнс. Из нулика можно потом будет сделать Вейло в Дискорд. И вносить лютое количество Мэджик Дэмэджа. Эмми 8 левел. Фазы Аквила. Стик, Топорик. Есть еще Манго. 1-0-1. Пока идет Ньюжик Гернал. Пока, да. Также Фазы у нас появляются у Тускара. Но сейчас уже будут замесы. Немножечко так бодро начали у нас команды. Начали команды в начале. Ну и сейчас. Успокоились. Бэр получает в себе уже 6-й левел. Есть лассо. Осталось только найти цель. Цель бегает, как мы видим, достаточно нагло. Себя здесь ами ведет. Так, тем временем. Смог от Сидеков. Забег во вражеский лес. Видит. ССС. Здесь еще террор. Террор. Седьмой левел. Без ультимейт. ССС все-таки умирает. Забирает фрага Ракл. Положили в пакет у нас иллюзию террора. Сам террор настоящий убегает. Да, нынче террора от иллюзии отличить легко. Ну, здесь вот демоны ошиблись. Венгалл четвертый. Сапог, урна, Magic Stick, Magic Wand и еще Fairy Fire. 4-0-2 у нас идет МРР. Хорош. Ну что ж, Сидеки ломают центральный тавер. Что у нас по Глифу? Глиф отсутствует у Ньюби. Лучку-то они забирают. Бэтрайдер, Улит и Четыреца. Скоро уже появится Блинк Даггер. Буквально ему еще нужно минутки 2-3. Спокойной игры и там полетят кабинеты. Аркан Батцы у нас появляется у Оракла. Оракл левел шестой у нас по террору. Но вот так вот пока. Левел седьмой. Без Сандера играет у нас Я-Я. Есть Блэйд оф Алакрит. Ну, это будет Монта. Может быть, в Сашу-Яшу здесь выйдет террор. В принципе, и то, и другое здесь зайдет очень качественно. Как у нас дела там у Визажа? 321-й, левел шестой. Фамиляры работают. Скаутят территорию. Через Арканцы здесь играют. Мы видим Визаж. Ну, а в каком-то там супер тайминговом раннем аниме, либо же Солд-Крестизис по коричи не идет, как мы видим. На нижней линии. Бэйн и Тускар. Нападает здесь Винга. Террор. Есть Инвокер. Просветил здесь МРР воевом. Всю ситуацию. Хорошая торнадо. Ой-ой-ой-ой. Прекрасный мячик у нас здесь. От Джуна и ЕМП задолжили. Можно, кстати говоря, здесь Мерзорчик какой-то зацепить, но уже Ньюби убежали. А тем временем запили здесь Эйми. Эйми телепорт сделать не получится. Он понимает это. Два Напалма на нем. Здесь уже Фамиляры. Первый стан. Второй стан не по таймингу. Эйми успевает поражать Блэйд Фьюри и уходит. Персеверанс уже есть у нас у Джиггернаута. Но Джиггернаута в этой игре, конечно же, как можно быстрее нужно нафармить Баттл Фьюри, чтобы разделываться с иллюзиями Террора и с самим лично. Нашли МРР. МРР со стрейком. Пакет Дэмонза. Но Дэмонза все-таки Брэйнсапом забирает у нас Винго. И, собственно, забирает с нее стрейк. 430 золотых. Шестой левел у Байнапа. И Юсофинс Грипп. И теперь можно кого-нибудь да подцепить. Понимаю, этот Террор стоит на рейнже. Соринг у нас у Зевса. Тысяча сверху. Ну, давайте посмотрим с вами на Нетворсы. Так, у нас с теми временем выход на Инвокера. Да как нагло. Посмотри, как нагло играет Сидек Юв. Убивает Инвокера. Два саппорта. Ну, как саппорт, конечно, здесь Тускар сосложный. Но, тем не менее. Инвокер у нас 0-3-4. О каком-то быстром Медасе речь не идет. Вот, перчаточка имеется. Так вот, общая разница в ценности команд. У нас преимущество за Сидек Юв почти 2000. По экспириенсу они также впереди. Тысяча. Несмотря на то, что по счету проигрываю 7-9. Блинк Дайгер у нас появляется у Бэтрайдера на 12-й минуте. Лассо есть. Осталось только пополнить ману на базе. И покупает у нас смуг визаж. Разумеется, Блинк надо сейчас реализовать. Просто там по Зевсу и Флэйм. 1500 на руках у Зевса. Неужели сам будет выходить в Блинк? Там, в принципе-то, и на Эфир Лэнс хватает вариантов много. В большинстве у нас... Бегают Сидек Юв по вражескому лесу. Ну и смотрим на Ньюби. Ньюби Янг в смоке. Выходит в спину на Сидеков. Смотрим сразу на Бэтрайдера. Ли впереди всей колонны. Под Файрфлайм находит Джуна. И хороший фальс-промис Айси. Здесь четко спасает своего тиммейта. Более того, он на развороте. Убивает здесь визажа. Кого дальше будут цеплять? Пакет на Вингу. МРР. Ой-ой-ой. Ну что здесь творится? Пакет на пакет. И Лораш Панч не прошел. По-прежнему активная способность. Может здесь убить Ли. Убили Бэтрайдера. Ганг зафелился. От Ньюби. Не получилось ничего сделать. Ну и Блинк Даггер у нас появляется у Инфлейма. По фамилиарам. Посадил здесь визаж. Ну и не будут потацевать. Если Сидеки убивать. Счет 9-9. Сидеки идут в атаку. Торнадо ЕМП. Хорошо здесь играет с ноутболом Джун. Как у нас там дела у Террора? Террора мы пока еще с Сандером не видели. 9-й левел. Пантворцу на 3-м месте у нас. Находится. Товарища Ян. Ну и пушат. Пушат нижнюю линию. Понимая, что все-таки, наверное, Сидеки Тавр на миде заберут. Тавр скоро уже будет Денайбл. 200 хитов. Ну и что Сидеки решается? Решают все-таки отойти. На нижней линии у нас появился дабл дэмэдж. Для Тускара самое то. С ним-то можно кого-нибудь и маншотнуть. Инвокер терпит до Мидаса. Так, а у нас все время проблема у Инфлейма. Вылетел за ним уже Бэтрайдер. Инфлейм. Блинкаут. Бэтрайдер в основном блинке. Инфлейм здесь уходит. Развультируется у нас Зевс. Табы протекать ситуацию для тиммейтов. Ну и в принципе вокруг него, да, где Бэтрайдер. Может ли стоит на нижней линии. Но вот возвращается. Забирают все-таки у нас Сидеки в тавр на миде у Ньюби. И по таврам у нас на 15-й минуте Ньюби с двумя вышками все остаются. Не, против Джуна Торнадо ЕМП не работает. Как мы видим, прекрасно работает со Сноубол у нас Тускар. Ну что, Бэтрайдер, кого сейчас будет цеплять в лассо? Конечно же нужно брать Бэйна. Напалмин пока не попадает. У нас Ли. Бэтрайдер. Бэтрайдер, блин, откатился. Фальспромис. Хорошо. Кинули в пакет у нас Бэйна с лассом. Что-то запили в лассо Джуна. Ну и Джуна все-таки отъезжает в таверну. Джиганат забирает Базажа. Убили у нас Террора. Даблкил для Джаггера. Лол. С Байбэком у нас, конечно, Террор Блейд. Но вышки нету. На медиа. Просветили здесь СССР. СССР уходит. Мидас появляется у нас с Муинвокера. Муинвокеру сейчас только в игру. Нужно будет только включаться. Набирать обороты. 4300. 4 Нетворс у товарища СССР. Ну и очень четко обратили внимание подключение от Эйми. Пришел. Дал Омни слэш. Ушел. То есть на БФ уже есть. На 16-й минуте. Здесь можно забирать и стаки. Подхилен вардом. Ну давайте посмотрим, что у нас по Натворсам. Как изменилась ситуация. Преимущество за Седакьюв только укрепляется. Уже почти 7500. По экспириенсу они также ведут почти уже 5000. Приходится СССР на стаки. Нет, даже не бежит. Но в любом случае стаки закончились. Забрал их Джиггернаут. Джиггернаут топовым по Натворсу. 8600. Следом идет Зевс. 7000. По инфлейму. Инфлейм. Ну видимо уже блингдаггер. 1500 сверху. Так, тем временем Дэмонс видит в инвизе СССР. Но без финс гриба у нас Бэйн забежал к нему за спину. Понимая, что это никакой не байт на инвокера. Или не видел он СССР. Забавная ситуация получилась. На улице день. Вижен-то большой. Дэмонс, ну что, будете все-таки открываться на инвокера? В принципе, подкрепа рядом. Нужен пакет. Ой, как торнадо-то не вовремя кидает. Несмотря на это все-таки вешает. Пакет Дэмонс. У нас на СССР пошел Финс Гриб. Здесь Раден Бэтрайдер. Кинул бочку. Сбинул Финс Гриб. Ну и Бэтрайдер уходит. СССР выживает. ЕМП все живы, здоровы. Мир, дружба, любовь. Счет 11-10. Впереди Сиддек Юв. Зевс, 2000 на руках. Что будет тарить здесь Зевс? Конечно, террору очень тяжело. У Джаггернаута есть уже БФ. 1000 хп у террор Блейда. Лютые прокасты Зевса будут ощущаться еще очень долгое время. Здесь нужно гору айтемов просто вывозить. В принципе, там на монту уже накапало. 200 монет до рецепта. Ну и также можно и Яшу, Сашу Яшу покупать. Чтобы приобретать рецепт на монту, да? Да, это будет монт стайл у террора. Ну что ж, последняя внешняя вышка остается у Ньюбиян на топе. Тут Скара, тут Скар уже с Лотаром. Жуть лютая. Несмотря на то, что у Джун, конечно, 5 раз таверне побывал, но 6 ассистов имеет. Мека у нас появляется у Оракла. Айси 10 левел. Да, у террора уже хватает денег на монту стайл. Но здесь проблема следующим образом для Ньюбиян. У них, собственно, линии голые. Можно заходить на хайграунд в случае фейла. Поэтому им не есть смысл задуматься про байбэк. Инвокер у нас будет выходить в Арчит. Но здесь все упирается в то, что изначально в СЦ все пошло хреново. Он много умирал. У него появился поздний Мидас. И, соответственно, поздний Арчит появится. Он просветил у нас здесь всю ситуацию. Понимает, что Инвокер бегом-бегом домой в Гост Волке. Ну и Джун немножечко запаздывает с пылью. Так бы Инвокер бы здесь приняли. Да, у Инвокер уже появляется первый Облевен Став. Есть Робов Мэджи и Квотер Став. Осталось только привезти с базы. Но что в такой ситуации делать с Сиддеком? Как мы видим, оппонент полностью доджит. Все замесы понимают Ньюбия, что они сейчас слабее. Нужно забрать последнюю внешнюю вышку. Да, зайти на Рошу. И уже дальше как-то тратить, заходить на Рампо. В свою очередь, Ньюбия делает прекраснейшее решение. Они сами заходят на Рошана. Они понимают, что этот тавер рано или поздно упадет. Не смысл за него цепляться. СЦ, Ол Раш Панч, Шарды. Ну а что по пыли? Ой-ой-ой, нету пыли у Джуна. Хлява. А Рошан-то тем временем упал. Хотя кто и узнает, пришлось от Дэмон съесть пакет МРР. Там визажик Аленой. Ультимейта нет у Зевса. Да, кинул Гвешку на... Пыли у нас здесь вверху. На БР, тем временем, у Гигана справляется в Таверну. Понимает Аегис все-таки у нас Террор Блейд. Террор Блейд под Минваффузом. Посмотрите, как разваливаются у нас Джун. Джун в мячик и Фокус теперь пошел по Айси. Хороший пакет у нас от Дэмонза. Настоящего перекидывают на иллюзию. Джун у нас под Фальцпромисом. В Таверн также у нас и визаж. Ну, хрен-то с ним. Существует Айми. Выбивает Айгис из Террора. Ну, что ж, передача по Террору, Террору. Один, уже нет троих, есть еще. Ну, какие эскейпы нет. Да, и все-таки Айяна никак не уйдет. Да, здесь для него без вариантов. Сейчас мы с вами посмотрим Фальт Рекап. Счет 14-10. Впереди Седакьюв. Ну, смотрим. Без потерь. Для Седеков. Ого! Убили два раза Террора. Террора была Айгис. Появляется у нас медалька у Тускара. Бладстоун для Зевса. Зевс левел 12-ый с блинком. Все хорошо у Инфлейма. Ну, Ньюбе нужно немножечко выиграть время. Нужно подождать, когда у Инвокера появится Арчит. В принципе, еще не знаю, минутки 2-3 ему надо спокойной жизни. Что у нас по Визажу? В Визаж есть медалька. По МРРу Винга левел 8-ой. Винге также нужно теперь до Эфир Лэнса. По Террору. Террор Монта, ПТ-шечка. В принципе, на этом все в ближайшее время. Ну и Бэтрайдер. Скоро появится Форстаф у Ли. Ну и также, понятное дело, левел 11-ый. Что у нас имеют ребята из CDQ, Фин Флейм. Здесь мы уже с вами имеем Блинк Даггер, Бладстоун. По Тускару Лотар, медалька Фейзы. Дэмонс на Бене у нас скоро соберет уже Экер Лэнс. Есть Глимер Кейп. Айси с Меккой и Арканы. Ну и товарищ Джиггернаут с блинком, Яшей и БРчиком. Джиггер уже готов рваться. Через 5 секунд откатится Омни-Слэш. Кто там был ультимейт у Зевса? Зевс ультимейтом. Да, готов давать вижен. Если что, сразу запрыгает до файта на блинке. Эйми. Зевс разультирса, видит всю ситуацию в CDQ. Ну и Пран делать Ньюби отходит. Ньюби зажата на базе. Только один Террор здесь пытается как-то сплитить. И сейчас он с вами, вы сами видите, я и возвращаюсь на базу. Проблемы. Ньюби себя чувствует, мягко говоря, неуютно. На карте они ничего не видят. Полная темнота. Варда отсутствует. Разумеется, инфлейм на Зевсе работает прекрасно. В свою очередь, у Сидеков один лейник вар стоит на нижней линии. Глубоко, да, заставлен. Но этого более чем достаточно. Сидеки понимают, что Ньюби боятся принимать файт в открытом поле 5 на 5. Ибо заведомо слабее. Ну, кстати говоря, сейчас вот без ультимейта и Зевса Ньюби-то могут и со смока как-нибудь придумать. Может раскрыться. Но опять-таки, все кажется, в том, нужно очень арчит-малеволенс на инвокеры. Скоро ли он появится. Давайте с вами посмотрим. Вот первый обливин стафф. Вот второй обливин стафф. И там нужен еще один крип. Да? Да, все, полетел Курьер. Есть арчит. Вот теперь со смоком можно было что-нибудь придумать. Есть смок у визажа. Время нападать, ребята. По террору. Или хотят еще время для террора. Выиграть террор 2000. Ну, что ему идти дальше собирать? Какой-нибудь скаде? Я не знаю. Уплотняться надо, конечно. Террор Блейду. Но на террор уже выехали. Сидеки. Айюф у нас в смоке. Я-Я предстоит эту ситуацию. Здесь телепорт. Джун идет первый. Джун. Спадает с мок. Понимает, что террор где-то рядом. Зевс Ультимейт. Все. Без вариантов для террора Блейда. Зуизал Сандер. Попытка убить Кускара. Но инсгрип от Бейна. Без шанса. Но тем временем Зевса у нас убили. Обратите внимание. Ребята из Ньюби Ян. То есть вот такой вот размен. Зевсана Террор Блейда. Хорош. Молодцы. Подсуетились. Эферлайнс у нас появляется у Бейна. Визаж у нас выходит в Глимер Кейп. Скоро уже появятся деньги на Шадоу Мулет. Ну а Джаггер по-прежнему продолжает фармить. Топ Война Творца у нас в Эйме. С Муншардом. Скорость атаки. Давай с вами посмотрим. 0.44 в секунду. Также Эферлайнс у нас появляется и у Дума. Так. Внимание. Дэмонс. Не увидите. Конечно Бейра. Бейра на хайграунде. Разбили одного фумиляра. По фумилярам есть еще. У нас у 321 на всякий случай. Ну и второго. Второго тоже здесь прибили. А это денежки. Эферлайнс также у нас появляется у МРР. И рейндж свапа немного увеличивается. Да, конечно, с таким айтемом, как Эферлайнс, актуальность Аганима для Венджи Фул Спирит начинает пропадать. Да, но не даром его переработали. Так, у нас все время Зевс разультился. Понимаю то, что хотели здесь Ньюби подкараулить Зевса с Тусиком. Тусик у нас в Лотаре. Рядом здесь у нас пролетает Бэтрайдер. Ну и Бэтрайдер Блинкаут. Пока команды кайтят друг к другу. Начали эту игру очень бодро. Но несмотря на этот Ускар, мяч хорошо подвоим. Лораж Панч по БРу. Пришла Гэшка. БР убили. Грип на МРР. Также МРР в Таверну. Без байбеков у нас и Бэтрайдер, и Венджи Фул Спирит. Сидеки могут заходить. В надежде выбить из кого-то байбек. Хотя там, как мы видим, ни у кого нет. Выбить как минимум глиф. А как максимум сломать сторону. Глиф еще имеется. Есть Фамиляра. По Фамилярам. Здесь у нас кулдаун даст. То есть секунд 321-го. Пакет на Визажа. Но ими не решается. Решается все-таки просто сломать Тавер. Но все-таки зря. Убили. Убили Визажа. Гэшкой. Накрыл сверху у нас инфлейм. Ну и один Фамиляр у нас остается. Визаж с байбеком. По Тавру. Закончился глиф у нас у Ньюбе. Тавр 300 хп. Решает все-таки пока отойти. Такая вот наглая игра у нас от Джаггера. Взял себе Муншарт. Уверен в себе имя. В себе в команде. Ну и приобретает он себе ультиматор. Как будто Мантл Стайл. Ну прекрасно разумеется. Сюда зайдет. Скидывать Арчит. Первое. Потом чтобы Винга не знала кого свапать. Ну как угадывала правильно сказать. То же самое относится и к Бэтрайдеру. В принципе зайдет здесь очень четко. Инвокер СЦ. Смотрим. 15 левел. В надежде найти какой-то соло таргет. Здесь у нас Джун. Просветили СЦ. Джун. Есть пыль. Просветил уже Инвокера. Инвокера здесь. Аторнадеус у нас здесь Инвок. Джуна под Арчитом все-таки убивает. Но Зев забирает в ответку Инвокера. Эйми. Эйми в крутилочке. Погоня за Бэером. Бэер Блинкал. Растапешился. Да. Успевает нас Ли улететь на базу. Дорошан у нас остается. 2.30. В принципе. Да. У нас уже есть первый ультимейт орп от Террора. Это будет. А я в скаде. В принципе. Если Ньюби дотерпит до Террор Блейда. Который соберет себе. Ну не знаю. Там скаде. Потом может быть какой-нибудь баттерфля. Или вообще жир будет уплотняться. Еще там Тараску возьмет. Здесь я-я. Да. То как-то они. Могут поговорить с Седеками. Пока все достаточно-таки сложно. Потому что Террор Блейд такой герой. Который в принципе по дэмэджу. То особо проблем не испытывает. Он включает методермофоз. Огромное количество иллюзий. И. Просто райт кликом. Ломает все. Дожидаются у нас Седеки Рошина. Очень нужный Мэддет Аегис. Для Джиггернаута. Джиггернаут левел 18. Давайте посмотрим на. На Творсы. 12 тысяч плюс. Преимущество за Седеками. 15 тысяч. Они также у нас. Впереди. Дорошану остается 1 минута. На все что остается. Ньюби. Яна. Это бегать в пятером. У них по-прежнему на карте. Темнота. Вообще ничего не видно. Одинокая Винга. Здесь. Пытается. Изобразить. Не знаю. Какие-то попытки. Сплита что ли. Да. Мы сразу поняли. Что дело не чисто. Лучше улететь на базу. К своим. За 30 минут. Только 2. Внешние вышки. Потеряли у нас. Седеки. Ну соответственно. Стоит Ньюби. Выиграть файт. Без потери. Сразу центральная сторона. Как минимум упадет. Не имею ввиду. Внешние товара. Разумеется. А это. Запасы по деньгам. Ну что ж. Седеки. Заходит на сторону. Глиф еще не откатился. Сразу прикинулись на байбеке. Байбек. Сразу. Посмотрите. Слаб. На эйме. Эйме. Под аркшидом. Мгновенно. Забертили. Джиггернаут. И если декам нужно отходить. Да. Посмотрите. Зацепили Айси. Айси у нас под глимер кейпом. Полетел у нас БР. БР без лассо. Форстаф через 7 секунд. Пойдет ли дальше давить у нас Бэтрайдер. Под прикрытием террора. Нет. На этом все. Но вот нехило здесь получили по голове Сидеки. Забирают нас инвокер в стрит. У Джиггернаута. Более того сейчас и на Рошана могут зайти. Конечно. Рошан-то появился 40 секунд до эйми. Эйми с байбеком. Будет ли делать? Нарочно. Этот Рошан сейчас очень поможет, конечно же, Ньюби. Появляется у нас в Каде у террора. Спалил Сидеки. В ситуации у нас Джун. Зацепили Джуна. Под ЕМП. Но ЕМП никого не продамажит. Он даже не выжил. О, инфлейм на блинке ошибается. Сразу ставил арчит. Но спасает его здесь у нас Оракл. Быстренько заберстили БРа. БР в таверну. Убили инвокера. Убили Тускара. Здесь Киоя, конечно, не мочится. Разбирается. Но, тем не менее, Сидеки задефали у нас Рошана. Сразу Сандер у нас на МРР. И я-я может дальше еще подраться на хайграунде. Разворачивайся, террор. Помогай, конечно же. Убили у нас Визажа. Как так-то? Хороший свап от МРР. Он ХП отдал. Он себя отдал. Трипл килл у нас для инфлейма. Ну, что-то непонятное, конечно. Сейчас у нас показали ребята из Ньюби. Сделал у нас трансфер ХП террор. Вроде казалось бы, мог возвращаться файт. Там Драйз у тиммейт. Он взял просто и убежал. Ну, сейчас смотрим, как разваливается его база. Есть Бэйбэк Унвокер. Он поедет через 10 секунд. Также разуплится у нас и Визаж. Бэтрайдер без Бэйбэка. 30 секунд. Ну, и центральная сторона упала. Тем более, там Порошану 5000 хп. Изи Айгис. Ну, и посмотрим, пойдут ли Ньюби дефать этого Рошана без Бэтрайдера. Наверное, все-таки нет. Появляется у нас БКБ у СЦ. Хотя успевает. Посмотрите-ка, сейчас должны быть ветра от инвокера. Инвокер. Нет, не успевает. Деки забирают. Айгис достается у Джиггернаута. СЦ под БКБ. Фокус по Джуну. Джун под Спарти Промсом здесь выживает. Тускар. Здесь уже подсоединяется Бэтрайдер к своим пацанам. Появляется у нас Блинк Даггер у Бэйна. Ну, наконец-таки. Честно говоря, в свое время этот айтем собирали Бэйну чуть ли не первым. Да? С появлением Глиммер Кейпа. Про Блинк Даггер на Бэйна что-то как-то все подзабыли. Но появляется. Ну что ж, смотрим по Нетворсам. Тридцетвертая минута. Ребята из Ньюби Ян играют без центральной стороны. 24 на 14. Они проигрывают почти 20 тысяч преимущества по Нетворсу за Юби Яв. По Экспириенсу преимущества за Сидек Яв, конечно. По Экспириенсу Сидек Юв также впереди. Ну и разбивает Смок. Ньюби в Арарском лесу. Ну, пока они добегут до верхней линии, там уже от Смока останутся копейки. Нужно начинать первыми, конечно. Ньюби. Сразу мгновенно бёрстить Зевса. Зевс у нас по Блассоу. 4 заряды Бластол. Он есть ещё Сулбусер. Это будет Акторин Кор. Вот здесь параллельно бежит Джун. Джун в Лотаре. Так, Бэр на файлфляй полетел. В принципе, сразу Айси. Блассо. Получили здесь заберстить Оракула. Да, убили Оракула. Хорошо. Оракул в байбэк. Возвращается в игру. Как же много демок здесь от Эйми под Умни Слэшем. И Ая всё-таки решается отступить. Нету Сандера у нас у Террора. 3 в 0. 3 в 1 разменяли здесь Ньюби. Ну, на байбэк возвращается Оракул в игру. Он уже на линии. Родовый Джун умирает от фамиляров. И ГГ у нас пишет ССС. Понимает, что эту катку его команде уже не вытащили. Оно и правильно. 28 на 16. Тоговый счёт. Седек Ю поддерживает вверх. 35 минут потребуется для того, чтобы победить своего оппонента. У нас с вами, господа, небольшая музыкальная пауза.